Прошу любить и жаловать, как и обещал. Друзья, начинаем следующую лекцию. Недолго. Не-не, почему, кстати, мне кажется, как раз у нас время есть. Мы почти укладываемся. Почти укладываемся. Значит, смотрите, какая дальше программа будет. Сейчас, как и сказал Клим, продолжение его рассказа, но в одном конкретном ракурсе. История русского народа с 8 по 16 век. От начала эпохи викингов до Ивана Грозного. После меня выступит Павел Воронин по программе, который является руководителем Уральского клуба исторической реконструкции «Северный ветер». Он расскажет про одежду эпохи викингов по материалам Бирки и Хедебю. Двух больших викинских городов в Швеции и в Дании. И после Павла выступает доктор исторических наук Алексей Сергеевич. Он только что приехал на фестиваль. Алексей Сергеевич, покажитесь публике, пожалуйста. Это из всей нашей научной тусовки. Это на данном этапе единственный доктор наук. Он приехал показать и презентовать, в том числе Климу Санычу, свою монографию про державу Рюриковича в 10 веке. А также он является автором бестселлера «Щевелев-фетисов между Скандинавией и Русью» про викингов. Поэтому программа дальнейшая весьма насыщена и посвящена она конкретно сюжетам викинским. Но был вопрос к Климу Санычу касательно значения эпохи викингов для Руси. Совсем четкий ответ заключается в том, что эпоха викингов сделала Русь Русью. Без этого периода у нас не было бы государственности. То есть она бы была другой. Она бы, может быть, была похожа на Польшу, может быть, на Хорватию, но не такая, как сейчас. И вопрос, связанный с тем, какое значение эта эпоха сыграла в истории древнерусского государства, он кардинальный. Сейчас я расскажу сюжет, который я начал делать буквально недавно. Это проект, связанный с деятельностью лаборатории популяционной генетики Медико-генетического научного центра Миноборнауки, где я сотрудничаю последние четыре с половиной года, но вот последние несколько месяцев как ведущий научный сотрудник. Базовой целью этой лаборатории является ответ на вопрос, как формировался русский народ. Русский и шире российский, потому что российский народ – это чуть более инновационное понятие. И оно связано с нынешней российской государством. А вот русский народ – это понятие глобально-историческое. И для ответа на этот вопрос эпоха викингов нам оказывается ключевой, потому что мы отсчитываем русскую историю с середины восьмого века. Когда вам в школе, в университетах говорят о том, что русская история длится последние тысячи лет, с научной точки зрения это, конечно, не так. Это глубокая идеальная реконструкция, которая исходит из желаемого, а не действительного. Но действительно это то, что мы видим в непрерывном процессе. Так вот, непрерывный процесс русской истории начался в 750-х годах. Раньше нет. Он начался и продолжался в эпоху викингов на протяжении первых веков русской истории, а потом расширялся. Значит, вопрос, на который я сегодня в этой презентации буду отвечать, как произошло, что в эпоху начала русской государственности большая часть русской территории не говорила ни по-славянски, ни по-русски, ни была покрыта сетью государственных образований, и как произошло так, что за несколько веков сформировался костяк того единства, который стал основой формирования трех восточнославянских народов. Это действительно большой и чудесный вопрос. Вот смотрите, мы с вами находимся на территории Верхней Волги. Первые люди, общины, которые говорили примерно так, как мы, появились здесь не раньше XI века. При этом территория Верхней Волжи, территория Подмосковья, Северо-Восточной Руси была одним из трех ядер формирования древнерусского государственной народности. Вопрос, как это возможно, когда на территории, на которой нет ни одного славянина, вдруг оказывается одна из будущих домонгольских столиц и послемонгольская Москва. Это действительно вопрос непраздный и сложный. Старая историография на него отвечала очень скользко и обычно исходила из концепции, что в эпоху Древней Руси везде жили славяноязычные народы, везде жила древнерусская народность, однако обозрение источников приводит к совершенно другому выводу. Вот за мной находится городище Топорок. С той стороны находится городище Пекунова, а с той стороны находится городище Преслон, которые были мощно заселены в первой половине первой десятилетия нашей эры. Они хорошо раскопаны, они известны. Каждое из этих мест от нашего поля расположено на расстоянии максимум 2,5 километра. И на всей этой территории говорили на совершенно другом языке, который в древнерусском летописании называется Мирянским. Как произошло так, что здесь эта речь тратилась и сменилась на древнерусскую, а потом на современную русскую? Я попытался поставить этот вопрос в масштабе всей Восточной Европы. Вот на этой карте, которую вы, к сожалению, не видите, потому что вы видите только текст, как и вчера, у нас слишком много света. Я подготовил серию графических карт, которые моделируют процесс становления языка и того, что можно условно для современникове назвать словом народность, на протяжении семи веков. От 750 года до 1550 года. Почему такие хронологические рамки? Потому что в 750 году большая часть Восточной Европы говорила не на славянских языках, а в 1550 году, когда Иван IV начал свои государственные реформы, ни на каком языке, кроме как позднедревнерусском, в его великом княжестве не говорили. То есть вопрос заключается в том, как сложилась древнерусская народность и с каких элементов. Эта серия карт моделирует процесс возникновения единого языка, единого населения, единой государственности. Процесс многоступенчатый. Он начался в эпоху викингов и, в общем, можно сказать, что продолжается до сих пор, но вот до времени Ивана Грозного. И будет несколько хронологических срезов, каждый из которых, если бы помещение было темным, вы бы увидели в цвете, потому что там цветами обозначены разные языки на территории Восточной Европы. Ну, ладно, давайте попытаемся начать. Не работает. Что? А, что еще раз? А, понял. Нет? А можно просто кнопку вперед нажать? Во, замечательно. Вообще ничего не видно. Короче. Вот смотрите, вот это Восточная Европа. Здесь Балтийское море, здесь Черное, здесь Кавказ, здесь Урал. В цвете здесь много красивых пятен. В цвете, да? Значит, мы с вами находимся вот здесь. Мы с вами находимся вот здесь. Вот здесь огромное такое пятно. Практически вся Тверская область, большая часть Московской, большая часть Владимирской и все, что севернее. Это территория, на которой накануне эпохи викингов и на ранних этапах эпохи викингов, жило весьма многочисленное население. Оно здесь жило, начиная с раннего Железного века и никуда не девалось. Если мы нанесем на карту все памятники до Древнерусские на территории Верхневолжья и Москворечья, то это будет зона, которая по территории сопоставима, например, с территорией Бельгии. То есть это большая зона. И на этой территории археологи открыли около сотни городищ, то есть укрепленных мощных поселений с культурой очень однородной, очень выразительной, очень богатой бронзой, которая называется позднедяковская культура. Почему она так называется? Потому что памятник этой культуры, копанный на территории Москвы, дикого городища, кто был в парке Коломенское, проходил мимо этого городища. А почему позднедяковская? Потому что есть ранние памятники, где очень мало культурных остатков, только керамика, кость. А вот позднедяковская культура это 3 век до нашей эры, 4 век нашей эры. Она очень большая по территории и очень богатая. Так вот, это предки населения, которое в древнерусских летописях называется словом меря. Меря не славянское население. Меря входила в систему финно-угорских племен Восточной Европы, которое началось за Уралом и продолжалось до Финляндии и Эстонии. Вот на этой карте есть особый цвет, который маркирует всех финно-угоров всей лесной зоны Восточной Европы. От югры, вот здесь, до прибалтийских финнов, вот здесь. Юг Финляндии, Эстония и Ленинградской области. И вот на территории между Поволжьем Средним и Балтикой располагается вот эта вот зона племени Меря. Если мы идем от этого племени на запад, в сторону Балтики, здесь мощное население, прибалтийско-финское, это предки нынешних финнов, эстонцев и еще десятка малых народов Ленинградской области и Карелии. Эти языки очень неплохо сохранились до наших дней, хотя литературными из них являются только два, финский и эстонский, но их 12. И все, кроме финского и эстонского, на территории России. Этого населения в Средневековье было намного больше, и мы знаем территории распространения каждого племени доподлинно, благодаря археологии. Более того, мы знаем, на каких языках они говорили, потому что реконструкция языковой ситуации в эпоху первого десятилетия нашей эры весьма достоверно сделана, и проблем с нею нет. Дальше, на восток от Мирянской зоны у нас располагается территория так называемых Волжских финнов, и до настоящего времени из них дожило два больших народа, Марийцы и Мардва. Мардва говорит на двух языках, разошедшихся примерно в V веке нашей эры. Марийцы на трех разошедшихся, примерно в это же время, или чуть раньше, и таким образом замыкают систему финно-угорских народов к востоку от средневолжских финнов еще два компонента. Это пермский компонент, это предки коми и удмуртов. В эпоху викингов они жили намного южнее, чем сейчас, сильно южнее. Они жили примерно там, где Нижегородская область, Кировская область, вот там. И, наконец, к востоку от этого мира начинается при Урале, это зона летописной Югры. Мы все сейчас привыкли думать, что Югра — это нефтегазоносный район в Западной Сибири, но в эпоху Средневековья она располагалась вся в Восточной Европе, в пределах Средней и Верхней Камы, где сейчас Пермская область, часть Башкирии, часть Республики Коми. Этот регион был заселен очень мощным народом, военизированным, с большим количеством вооружений в погребениях. В общем, это был серьезный противник. В новгородских летописях хранился целый пласт сведений о походах новгородцев против Югры, военных и торговых. В частности, очень интересный рассказ конца XI века о походе новгородского посадника Гюряты Роговича. Он был из скандинавской семьи, отца его звали Ранг, точнее Рагн, простите, а имя у него было Юрий, поэтому он по-новгородски Гюрята, который был предводителем особой дружины, которая дошла до Печоры и до Северного Приуралья, и, вернувшись назад, он рассказывал автору новгородской первой летописи, составитель новгородской первой летописи свои впечатления. Это происходило на рубеже XI-XII веков. То есть мы знаем, что восток Восточной Европы был в торговых и военных интересах новгородцев уже на позднем этапе эпохи викинга. Вот если мы посмотрим на эту карту и посмотрим на ту территорию, на которой древнерусские княжства располагались в XII и XIII-XIV веках, мы увидим, что половина территории Древней Руси развивалась на территориях, где в предшествующее время не было ни одного славянского племени. Более того, если мы посмотрим на карту южнее, и эта карта будет вот здесь, то мы увидим, что и там совокупные данные археологии и лингвистики не фиксируют привычных нам славянских племен. Эта зона, пограничная между балтийскими племенами и настоящими славянскими племенами, ни одно племя из этой зоны не дало языковых потомков в древнерусское время, поскольку они относятся тоже к дославянскому населению. Часть из этих племен мы знаем по названиям. Например, в Подмосковье, в бассейне реки Протвы, там, где город Протвино, еще в XII-XIII веках жило некое племя, которое летописец называет Голять. Точно не славянское, потому что это слово соответствует балтийскому слову Галинды. и, по-видимому, является одним из осколков большого массива балтийских племен между Паочьем и Пруссией. Вот если мы посмотрим на эту карту, вот везде здесь живут балтийские племена. Вопрос. Как же так получается, что древнерусское государство с самого своего возникновения оказывается славяноязычным? Оно действительно оказывается славяноязычным, потому что все памятники письменные, которые дошли до наших дней в рукописях от XII века, точнее, от XI, но от XI рукописи дошли на древнецерковнославянском языке, но древнерусский язык в XI веке звучал во всех древнерусских городах. Как так произошло, что в древнерусских городах звучала славянская речь на территориях, на которых не было ни одного славянина? Этот вопрос в такой остроте не ставился предшествующей наукой, потому что считалось, что этой проблемы нет. Вот везде, где есть древнерусский город, там, значит, все население было славяноязычным. Оказывается, это не так. Где же были славяне накануне возникновения Руси как государственной структуры? Они жили на территории, которая сейчас грубо соответствует Беларуси, части Украины, причем в Беларуси только южной части Беларуси. Вот то, что называется белорусско-украинское полесье. Есть речка Припять, которая течет с запада и впадает в Днепр у Киева, чуть выше Киева. И вот к северу и к югу от нее есть такая зона полесья, которая всеми ныне живущими сейчас археологами признается исходной точкой формирования всей совокупности славянских племен в Средневековье. Там откопаны памятники, которые датируются середины IV века н.э. То есть время, слегка предшествующее эпохе Великого Переселения. Вот в середине IV века н.э. на этой маленькой территории белорусско-украинского полесья фиксируется очень яркая культура, археологическая. Она яркая тем, что она бедная. Там очень ясно различимые этнографические черты, которые резко отличают ее от всех соседей. Там мало бронзы, там очень специфическая керамика, там очень специфический погребальный обряд, там очень специфическое домостроительство, маленькие четырехугольные землянки с печью-каменкой в углу. Ни у кого из соседей такой выразительно бедной культуры нет. И на протяжении последующих полутора веков археологи фиксируют распространение этого населения на запад и на юг. Не на север, не на восток, а на запад и на юг. Таким образом, что на протяжении V-VI веков население этой культуры распространяется далеко за пределы этой самой белорусско-украинской полесской прародины. Оно оказывается на территории Словакии, Чехии, практически всей Польши, большей части Восточной Германии, все Балканы, все Подунавья. К концу VI века это население доходит до Греции, до Пелопонеса. И в современной Греции количество славянских топонимов на Пелопонесе превышает количество греческих топонимов. Вот за полтора века история ранних славян оказывается совершенно другой. Но, опять же, это направление на юг и на запад. В VI веке византийские авторы фиксируют нашествие славянских племен на провинции Дунайско-Балканские, на провинции Византийской империи. И эпоха дунайских походов у ранних славян продолжается до конца VII века. В конце VII века археология и византийские авторы фиксируют отлив части славянского населения с Дуная обратно в Восточную Германию. Причем, отлив, который поменял всю карту вот этой зоны к северу и востоку от Карпат и к северу от степной зоны современной Украины. Таким образом славяне возвращаясь после Дунайского этапа сталкиваются с более ранними славянами Полесья и распространяются за пределы вот этой территории но не сильно. То есть они не меняют ту этнографическую карту которая сложилась в третьей четверти первой части нашей эры то есть до викингского времени. Что же происходит после? У нас есть буквально несколько мелких территорий очень маленьких территорий с точки зрения географии на которых в последующее время фиксируются центры развития местных славянских племен сильно за пределами вот этой базовой прародии. Это Ильминское Паазерье то есть это Новгород будущий Новгород и его окрестности. Там если вы кто-то из вас бывал в Новгороде на берегах Ильмине то там во-первых очень плодородная земля. Ильмин в эпоху предшествующую средневековью имел уровень воды выше текущего и он разливался таким образом что Ильминское Паазерье это сильно заиленная равнина на которой после отступления Ильмина на уровень близкий к современному образуется очень плодородная почва. Вот это Ильминское Паазерье чрезвычайно близко по природным условиям самым плодородным территорием Чернозем Черноземий и бассейна Дуная там хорошо пахать там хорошо выращивать и не случайно при отливе части постдунайских славян обратно в восточную дропу там возникает зона славянского расселения такая же зона возникает в бассейне Нижней Великой это современные окрестности Пскова поэтому возникновение будущего Новгорода Пскова и некоторых других будущих древнерусских городов отчасти связано с ячейками славянского расселения за пределами исходных территорий это происходит за несколько десятилетий до появления в Восточной Европе скандинавов совпали два процесса инфильтрация ранних славян с юга и инфильтрация скандинавов с севера совпали они на территории которая до середины 9-8 века была совершенно не славянской то есть это верхняя часть лесной зоны между верхней Волгой и Балтикой и самая ранняя скандинавская система заселения сейчас это около 30 поселений которые отчасти раскопаны отчасти не раскопаны датируется она второй полной 8-го и 9-м веком это все сплошь лесная зона где удобно организовывать постоянные поселения формировать вот такую инфраструктуру которая поддерживает коммуникацию между Балтикой скандинавской и более южными славянскими территориями которые для скандинавов оказываются ресурсной базой где вы добываете рабов для того чтобы отвозить их на рынки халифата и византии вот в такой ситуации когда у нас формируется система расселения единичных славянских групп очень важную роль играет языковое взаимодействие внутри этих территорий вопрос не праздный который задают все и который инспирирован состоянием источников на каком языке скандинавы общались со славянами на каком языке скандинавы общались со всеми другими местными группами на территориях на которых они проживали у нас есть свидетельство автора середины 9 века рабоязычного автора его зовут Убайдалах Ибн Хурдадбех который будучи чиновником халифата наблюдал и славян и русов на рынках Багдада он их наблюдал воочию поскольку он жил в Багдаде он писал следующим образом русы представляют собой одну из разновидностей купцов которые доставляют особые категории товаров на рынке Багдада с севера они едут до Южного Прикаспия на судах это я продолжаю пересказывать тексты Ибн Хурдадбеха это всего один абзац но он очень информативный вы можете ознакомиться с его переводом существует несколько переводов на русский в том числе мой они доступны в интернете русы везут свои товары до Южного Прикаспия где пересаживаются на караваны едут в Багдад чтобы торговать на рынках в Багдаде они прикидываются христианами чтобы платить меньший подушный налог так прямо и сказано они притворяются христианами и на багдадских рынках им переводят местные евнухи славяне евнухи славяне это особая категория рабов которые были очень популярны среди халифатской знати поскольку славяне очень качественно служили слугами не только в Византии но и в халифате об этом есть целая монография абсолютно прекрасная славяне в исламском мире в эпоху средневековья она тоже есть в интернете почитайте автор Дмитрий Мишин так вот в Багдаде 9 века славяне были прекрасно известны и когда русы приезжают в Багдад то переводчиками им на арабский язык являются славяне местные которые уже освоили арабский при этом их одним языком является славянский вопрос на каком языке русы в Багдаде общались со славянами в Багдаде ответ на славянском поскольку единственный общий язык на путях восточной Европы у всех был славянский значит вопрос является ли этот язык 9 века предком древнерусского языка письменного 11-12 веков утвердительный ответ то есть русы осваивали славянскую речь на раннем этапе эпохи викингов об этом пишет арабский автор мы не имеем никаких оснований ему не доверять эта речь хорошо зафиксирована в окрестных языках потому что например в прибалтийско-финских языках которые непосредственно соседствовали с Новгородом и Псковом есть около 150 раннеславянских слов заимствованных в эти языки в течение 8-го 9-го веков причем они заимствованы в такой фонетической форме которая делает совершенно несомненным их ранний возраст и мы точно знаем что эта славянская речь звучала в Северной Руси уже в это время именно на этом языке впервые возникло слово Русь как заимствование из Скандинавии этот факт имеет фундаментальное значение поскольку славянский язык в русском обиходе функционировал и дальше и стал языком власти власть формировалась на территории Восточной Рупы исключительно в скандинавском обличье в период до призвания Рюрика как власть отдельных викингских дружин в период после так называемого призвания Рюрика или призвания варягов можно по-разному трактовать этот факт но уже в 10 веке все государственные процессы доминировались династией Рюриковичей и ее представителями на местах о чем летописец в нескольких местах упоминает в разных контекстах таким образом в 10 веке значение славянского языка восточного как языка власти и государственных функций упрочилось не случайно базовый вывод из этого заключается в том что скандинавы принесли славянскую речь на просторы восточной европы на те территории где она до этого не звучала итак ответ на вопрос как произошло так что древняя Русь стала говорить по древнерусски заключается в том что этот язык власти Рюриковичей власти скандинавских элит над многоязычным и многоэтничным населением восточной европы на второй карте которая фиксирует первые результаты этого процесса опять надо нажать опять же ничего не видно но по цветам здесь уже другая картина это ситуация первой половине одиннадцатого века когда большинство древнерусских городов уже возникли и стали центрами окнижения территории и здесь та зона славянского языка которая в предшествующее время была ограничена только южными территориями восточной европы сейчас 11 века она сильно расширяется для этого времени мы фиксируем около 25 древнерусских городов только упомянутых в источниках их количество все увеличивается потому что каждая доселе славянская или балтийская или финногорская территория получают свой городской центр свое администрирование в рамках в данном случае державы Владимира Святославича и Ярослава Владимировича то есть будущего Ярослава Мудрого и будущего Владимира Красносолнышка на территории их городов звучит славянская то есть древнерусская речь с 1015 года фиксируются первые опыты использования древнерусского языка в государственной государственных функциях на рубеже 1015-1016 годов в Новгороде возникает первый древнерусский по языку правовой памятник он называется правда русская краткой редакции он издается в ответ на чаяние городских элит он написан на древнерусском языке он дошел в рукописи 15 века но по языку и по исторической ситуации является первым документом государственных функций русского языка и в течение 11 и особенно 12 века они сильно расширяются и базовый процесс который возникает в это время это процесс языковой словенизации той территории которая окняживается Рюриковичем на протяжении большей части раннего Средневековья это приводит к ситуации массового двуязычия на каждой территории местное население податное которое пашет сеет жнет платит налоги дает смердов в служение князьям дает ополчение при княжеских походах говорит на одном языке точнее на целой серии языков по моим подсчетам в 11 веке помимо древнерусского языка на территории покрытой древнерусским окняжением звучало около 30 языков ни один из которых не записан и не дошел до наших дней но их было много их было много и они как минимум относились к четырем разным группам но при этом все эти территории были объединены именно государственной функцией древнерусского языка который сформировал основу древнерусской народности как народности городской как народности для которой единственным средством общения был вот тот самый раннедревнерусский язык в 11 веке фиксируются первые эпиграфические памятники в конце 11 века очень яркий эпиграфический памятник древнерусского языка найден на территории Таманского полуострова так называемое Тмутураканское княжество сама летописная Тмутуракань она является бывшим византийским городом Таматархой на территории недалеко от Анапы кто ездит на юга не проезжайте мимо поселка Синой поселка Приморский на Таманском полуострове потому что между ними как раз городище которое по-гречески называется Фонагория а по-славянски Тмутуракань значит вот там фиксируется мраморный большой камень на котором есть древнерусская надпись 11 века в две строки то есть это надпись абсолютно государственная 12 век это расцвет письменности в городах у нас есть и точные сведения о рукописной традиции и большое количество надписей на твердом материале которые постоянно находят в археологических раскопках таким образом за период раннего этапа сложения русской государственности единый язык складывается на всех территориях окнижения Рюриковичами это фундаментальный факт и этот факт является свидетельством того что образование древнерусской народности и ее языковой профиль это политически мотивированный акт это не естественный процесс это не процесс как нас учили развития единого большого славянского народа не было большого славянского народа на всей этой огромной территории он был только под Киевом только под Киевом только под Туровым только под Обручем Пинском буквально 10 городов в Южной Руси и все все остальное не славянское не славяноязычное Таким образом, у нас возникает картина, при которой Древняя Русь как государство складывается изначально на максимально полиэтничной основе, на основе пестрой языковой карты, на основе очень разных культурных компонентов. И главным процессом, который привел к образованию Древней Русской Народности, является процесс, который имеет политический характер, городской характер, элитарный характер, ну и, наконец, письменный характер. Потому что роль письменного языка, языкописьменности и христианской культуры по сравнению с дохристианскими, языческими, бесписьменными языками несравнимо выше. Это фундаментальный факт. На периферии древнерусского процесса о государствении, о княжении, о урбанизации и христианизации оказывается большое количество племен, которые сохраняют свой языковой профиль дольше. В частности, если мы обратимся ко времени близкому, скажем, ко времени Ивана Грозного, первая половина 16 века, вот был такой замечательный автор и дипломат. Его звали барон Сигизмунд фон Герберштейн. Он был подданный Австрийской империи, Австрийского королевства. По национальности он был славенец, то есть родным языком его был славянский, который в 16 веке еще очень не сильно отличался от русского языка. Поэтому, когда он дважды был командирован на Русь в качестве легата, посланника Австрийского двора, он за несколько недель освоил русский язык и бегло общался со всеми, кого он видел на вот этом самом славянском языке, которое он называл либо лингворосика или лингворутеника, латинские слова, он писал по-латыни. А потом, после того, как вернулся обратно в Вену, перевел себя с латинского на немецкий и дважды опубликовался уже на латинском и на немецком. Потрясающий памятник, который говорит о большом количестве фактов первой половины 16 века. Он часто пишет, что вот был он на Белоозере, это здесь недалеко, 300 километров на север отсюда, там говорят на особом языке, не на таком, как в Москве. Вопрос, как такое возможно, что в русском княжестве, в Белозерском княжестве, то есть на территории одного из древнейших русских городов, который, согласно летописи, был одним из нескольких призывавших Рюрика, говорят не на лингворутеника, не на лингворосика, не на лингвосклавоника, а не на славянском языке. Там говорили на том языке, на котором мы здесь говорили в эпоху викингов, то есть мирянский язык. В Белоозере до 16 века говорили на мирянском языке. Там до сих пор сотни топонимов мирянского происхождения. То есть вы открываете карту и вы видите неславянские слова. Это периферия. Вот на периферии славянская речь приживалась хуже, чем в центральных областях. Центральные области связаны с окнижением и с развитием функций городов. Это базовые моменты, о которых тоже мало писали в предшествующее время. Предполагалось, что город — это продолжение округи. С экономической точки зрения они взаимодополняют друг друга. То есть город имеет в качестве ресурсной базы округу, и это естественно. Но мало писали о том, что город не обязан в качестве своей ресурсной базы иметь то же самое в языковом отношении населения. Поэтому в городах говорили на славянском языке и на русском, а в окрестностях нет. И эта ситуация продолжалась на периферии дольше, чем в центре. Поэтому, когда мы смотрим на более поздние языковые карты, в частности, мы приближаемся к картам... Следующая карта должна быть монгольского времени. Вторая половина XIII века. Здесь цветом показана экспансия тюрко-монгольских языков в этой территории, но на остальной территории у нас процесс экспансии древнерусского языка возрастает. Так вот, по-прежнему у нас есть зона центральная, зона, которая связана с княжеской властью, и зоны периферийные, и зоны колониальные. В частности, именно в XIII-XIV веке бурно расцветает северно-русская колонизация, то есть распространение славяно-язычного русского населения Новгорода и Владимира-Суздальской земли на север, на территорию нынешних Вологодской, Архангельской, Кировской областей. И не случайно так называемое северно-русское наречие, которое существует до сих пор, это самый архаичный пласт русского языка, который только возможен сейчас, оно восходит к языку новгородской Владимира-Суздальской земли до монгольского времени. Это прям верно, это прям так. При этом именно во второй половине XIII века начинаются процессы, которые позволяют говорить о членении бывшей однородной древнерусской языковой территории на два сегмента. На сегмент, собственно, будущий русский и сегмент западно-русский. В XIV веке там возникает и продолжается особый литературный язык, который называется западно-русский, или сейчас его можно называть письменным западно-русским. Это будущий белорусский и украинский. Сейчас очень мощно возник интерес к вопросу, когда разделяются в языковом отношении русские, украинцы и белорусы. Этот вопрос на самом деле очень острополитический, но если смотреть на него с точки зрения дошедших рукописей и той языковой картины, которая фиксируется, этот вопрос довольно простой, потому что у нас есть обилие письменных данных об этом, обилие рукописей. XIV век — это зона, когда бывший древнерусский язык разделяется на два близкородственных языка. Это XIV век. То есть от начала до конца XIV века вы видите, что рукописи, которые производятся на западно-русской территории, то есть Смоленск, Полоцк, Галецко-Волынская Русь — это одна языковая система. А рукописи, которые производятся на востоке этой территории, Новгород, Москва, Владимиросуздальская Русь, Ростов — они другой компонент этой системы. Так вот, современный русский язык коренится не на 100%, но в значительной степени на древнерусской традиции северной и восточной территории, то есть Новгородска, Владимиросуздальска. А вот белорусский и украинский восходят к вот этому самому письменному западно-русскому языку. Даты его определяются по рукописям. То есть если в XIV веке мы имеем уже сложившиеся элементы этой системы в рукописях, то эти рукописи продолжаются до конца XVI века. В XVII-XVIII век у нас полное отсутствие какой-либо западно-русской письменной традиции, поскольку господствует польская государственность и польский язык. И возникают они уже в письменной фиксации, как далеко разошедшиеся белорусские и украинские диалекты. Таким образом, вопрос о том, когда сложились восточнославянские современные языки, это вопрос интерпретации рукописей. Разделение на две линии произошло в XIV веке, а обособление украинского и белорусского друг от друга, они до сих пор очень похожи и взаимопонимаются, произошло на протяжении XVII-XVIII веков. То есть украинский и белорусский язык родственники друг другу примерно на уровне 400 лет назад. А русский и украинский и белорусский родственники друг другу примерно на уровне 600 лет назад. У вас есть вопрос? Любой язык, который начинает свое самостоятельное развитие, начинает с уровня диалекта какого-либо существующего языка. То есть, скажем так, смотрите, если в XIV веке у нас фиксируются восточно-русский и западно-русский, то это значит, что в предшествующее время это две диалектные системы, два диалекта древнерусского языка. Разница между ними очень небольшая, и в рукописях она малозаметна. Но если вы, скажем, возьмете смоленские грамоты XIII века, по Смоленску у нас есть письменные памятники примерно начиная с 1204 года, то в чтении их каждый памятник содержит одно-два слова, которые сохранятся в белорусском и украинском и не будут характерны для, скажем, современного русского. Все остальное будет общим. Одно-два слова – это именно уровень мелких различий, а не различий в системе. Поэтому, скажем, для XIII века мы говорим, что это древнерусский язык, а для XIV века мы говорим, что это начало выделения двух языков. Вот на этой карте это разделение уже намечено, но цветом, поэтому вы его не видите. Кроме того, на этой карте намечено резкое увеличение славяноязычной территории на север вплоть до Белого моря. Ну и, наконец, последняя карта – это близкая к времени Ивана Грозного. Это карта первой половины XVI века, которая уже малоотличима от современной. Совсем малоотличима, поэтому вот эта карта – это основа для понимания того, какие языки в Восточной Европе существуют сейчас. Она очень не сильно отличается. Вот если вы посмотрите на современную карту, особенно по Поволжью, Кавказу и Прибалтике, то вот все, что мы имеем сейчас, в основном сложилось в XVI веке. Таким образом, перед нами существует колоссальная проблема. Объяснить и показать в динамике, на уровне некоторых ключевых срезов, как произошло так, что русская государственность начала в 750 году с одной языковой карты и пришла в 1550 году к совершенно другой языковой карте. Казалось бы, ничего общего. Казалось бы, сдвиги колоссальные. Но при этом все они объясняются одним единственным процессом. Процессом формирования и укрепления и централизации древнерусской государственности, древнерусской народности, как народности, сформированной через политический процесс. Это справедливо для домонгольского времени, это справедливо для послемонгольского времени, когда на протяжении XIV-XV веков возникают две больших государственных единицы за пределами монгольского доминирования. Это Великое княжество Литовское, на территории которого 90% населения говорит по-славянски. Только 10% населения говорит по-литовски, причем учаилиту Едеминовичей. А все остальное население податное, оно как было древнерусским по языку, так и оставалось. Это будущие украинцы и белорусы. То есть граница разделения украинского, украинско-белорусского и будущего русского, она политическая, она проходит там, где прошла граница между русскими владениями монгольской империи и русскими владениями литовской династии. Это произошло с рубежа XIII-XIV веков. Так вот, принципиальный тезис и принципиальное заключение состоит в том, что формирование русского народа, русской нации, русского языка является процессом, который перекроил языковую карту Восточного Рода при помощи окнижения, урбанизации и центральной тенденции политической централизации вокруг крупных и мелких городов. Если совсем остро подводить итоги этого рассмотрения, то славянизация Восточной Европы и образование древнерусского языка и древнерусского народа это дело рук скандинавской элиты. Тезис может звучать парадоксально, но он абсолютно верен с точки зрения нынешней картины языкового, исторического, археологического изучения. Это такой финальный тезис. Итак, процесс формирования древнерусского народа сложный на протяжении семи веков. Он осуществлялся при помощи политических инструментов и на фоне экспансии славянского, будущего древнерусского языка среди неславянских народов. И самый последний довесок этого рассмотрения, он, поскольку требует привлечения, в том числе, генетической информации, то есть информации не из сферы языковой истории, он заключается в том, что современный русский генофонд, то есть генофонд всех популяций русского населения Восточной Европы, он не имеет однородного облика. На каждой территории расселения русских на протяжении эпохи Средневековья фиксируются очень разные местные субстраты, особенно ярко выраженные на территории русского севера, потому что генетическое разнообразие русских русского севера превышает все то, что есть на центральных и более южных территориях. Это показали в своих исследованиях покойный Олег Балановский в книжке, которая называется «Русский генофонд». Вы можете скачать ее в интернете, она есть. Там несколько десятков карт, разные генетические маркеры, как они распространяются по территории Восточной Европы. Эти карты очень ярко свидетельствуют о том, что формирование русского народа – это чрезвычайно сложный процесс. Причем генетика добавила в него гораздо больше сложных нот, чем считалось до этого. То есть это процесс драматически сложный. И когда мы видим вот такое большое генетическое разнообразие на территории в языковом плане более-менее однородной, потому что все к северу Волги с 13-14 века оказывается в языковом смысле древнерусским, русским, славянским. Это свидетельствует о том, что большое количество местных групп переходило на древнерусскую речь в качестве адаптации к политическим процессам. То есть мы имеем сложную картину, у которой есть одно большое глобальное объяснение. Это формирование, развитие и территориальное распространение древнерусского государства. На этом я хотел бы закончить. И по традиции, сложившейся на фестивале «Былинный берег», задавать вопросы можно не только по теме выступления, а и близко к ней. Спасибо за внимание. Вы сказали, что славяне первые появились в Полесе, в Белоруссии, и культура у них была очень бедная. Она была ярко выражена бедной. По сравнению со всем окружением, она отличалась исключительной концентрацией. Что такое концентрация? Когда вы минимальными средствами достигаете эффекта жизнеобеспечения. А за счет чего они захватили всю Восточную Европу? Отличный вопрос. Они захватили большую часть Центральной и Южной Европы за счет участия в набегах под предводительством кочевых элит. Мы знаем об этом из византийских авторов. То есть в эпоху Великого переселения огромное количество новых кочевников пришли в Восточную Европу и формировали особый тип поведения, при котором вы участвуете в кочевых набегах за пределами подвластных вам территорий. Это тюрки делали в Центральной Азии, это тюрки делали в Восточной Европе, это тюрки продолжили делать на границах Византии и в Центральной Европе в том числе. Поэтому формирование славянского населения Центральной и Южной Европы не только за счет внутренней славянской колонизации, но и за счет кочевых набегов. Почему они не на тюркском говорили? Потому что не произошел языковой сдвиг. Я забыл упомянуть, что в современной лингвистике есть особая концепция, которая сформировалась довольно недавно. Это концепция так называемого языкового сдвига. Когда взаимодействуют между собой два разных коллектива, то у вас есть несколько вариантов, как один коллектив будет адаптироваться к другому. Один вариант заключается в том, что малый коллектив переходит на язык большого. Второй вариант – это большой коллектив переходит на язык малого. И третий вариант – что оба коллектива остаются при своих языках. Так вот, в истории взаимодействия народов государств Восточной Европы были все варианты. В данном случае большая часть дославянского населения Восточного Европы перешла на древний русский язык, как на язык власти. На других территориях происходили другие процессы. Например, во Франции язык завоевателей германский, франкский, утратился примерно к началу X века нашей эры, и элиты перешли на романскую речь, на старо-французский. То же самое произошло в Болгарии. Тюрки пришли туда на рубеже VII-VIII века нашей эры, и уже в IX веке утратили тюркскую речь. В Венгрии все произошло по-другому. Огромное славянское население, 90% панонии жило славян, и при этом только 10% венгров. Однако славянская речь перестала звучать на этой территории через век после завоевания. То есть венгры подмяли под себя в языковом смысле местных славян и передали свой язык. Какой вариант в каждом конкретном историческом случае сыграет, никогда неизвестно заранее. Более того, мы не можем назвать никакие причины, которые приводят к таким результатам. То есть либо завоеванные переходят на язык завоевателей, либо наоборот. Ну вот в случае с славянами и гуннами произошло, что гуннский язык не сохранился, а славянский язык распространился везде. Это политическое решение. Громче, в этот самый, в микрофон лучше. Да, они вместе с кочевниками шли на территорию. А части этих набегов мы знаем из византийских авторов, а большей части набегов мы не знаем, потому что набегов было столько, что не каждый из них документирован. Это не вольное распоряжение. Нет, 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 это не вольное распоряжение. Это данные источников. Это данные источников. Смотрите. Ну, чтобы дать данные, я вам должен процитировать несколько десятков тысяч книг, которые на эту тему написаны. Это невозможно сделать за короткое время. Значит, не существует исторического закона, который управляет языковыми изменениями. Нет, не существует. У нас есть масса ситуаций, при которой исход языкового контакта не предрешен. И возможны обе опции. Либо завоеванный переходит на язык завоевателя, либо наоборот. В каждом конкретном случае решает конкретно историческая ситуация. Здравствуйте. Во-первых, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Ранее в лекции вы говорили, что существовало более 30 языков, которые были утрачены из-за того, что... Как минимум 30. Как минимум, именно. Как минимум 30 языков, которые были утрачены из-за того, что нет никакой документации на них. Да. А в таком случае, как было известно, то, что именно существовало более 30 языков, и почему это именно 30 языков, а не 15, которые были по-разному описаны, к примеру? Отличный вопрос. Значит, смотрите, у нас есть примерное понимание того, как накапливаются языковые изменения при автономном культурном развитии микрорегионов. Это довольно нечеткие данные, но ими можно оперировать, поскольку у нас есть маленькие территории с большим языковым разнообразием и наоборот у нас есть огромные территории с минимальным языковым разнообразием. Когда мы наблюдаем процессы исторической динамики территории, мы примерно аппроксимируем и понимаем, за какое количество веков какие изменения накапливаются. Если это отлично соотносится с археологической картой, а для первой тысячелетия нашей эры археологическая карта очень пестрая, она максимально пестрая, Мы можем примерно сказать, что территориальные группы, которые реконструируются по археологическим данным и функционируют на протяжении хотя бы нескольких веков стабильно, соответствуют языковой карте. Этот тезис довольно долго критиковался в науке XX века, он считался слишком механистичным. Но за последние десятилетия получены в том числе углубленным анализом данных письменных источников о языковой и этнической динамике на хорошо изученных местах. И особенно данными генетики, которые совершенно потрясающим образом показывают хорошую корреляцию языковых и генетических маркеров. Мы примерно на этой методологической и фактографической базе можем сказать, что у нас фиксируется 30 микроареалов с ярким археологическим профилем, для которых мы можем правдоподобно реконструировать 30 лингвистических профилей. Более того, мы можем даже говорить о том, что для некоторых смежных групп должно постулироваться генетическое родство языков, если эти группы восходят к единой археологической культуре. Например, у нас есть археологическая карта по состоянию на конец первой части нашей эры в Поволжье. Все поволжские финны восходят к двум большим общностям Железного века. Верхний Поволжик – Познедяковский, в среднем Поволжик – Городецкий. Из этого мы делаем вывод, что все те микрогруппы, которые развились на этой основе, примерно на этой территории, правдоподобно являются языковыми родственниками друг к другу. И когда это сравнивается с данными о реальной лингвистике, то есть лингвистики, которая оперирует территориальными признаками, это показывает отличную исходимость. Я назвал число 30, то есть это порядок, то есть это может быть 28 или 35, но это точно не 3, и не 5, и не 10. Для того, чтобы вы представили степень мозаичности языковой и культурной карты Восточной Европы накануне древнерусской истории. Это была базовая задача. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сопровождалась ли славянизация соседних территорий или племен обязательной христианизацией? Или это как-то вот нивелировалось? И еще один вопрос. Каким образом, какой механизм сохранности единого языка и неуход в какие-то, я не знаю, наречи или еще диалекты? Да, большое спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Христианизация была частью политического процесса. Христианизация была неотъемлемой частью политического процесса, поскольку она была включена в ядро древнерусской политической системы. То есть если вы не выпадаете из процесса христианизации, то, во-первых, это временно. То есть мы видим, что на протяжении средневековья христианизации подвергаются абсолютно все. В том числе, например, бывшие поданные Казанского ханства, когда в эпоху 1561-1562 год, завоевание Казанского ханства, тут же начинается процесс вовлечения периферийных ближних к московскому государству народов в христианизацию. Возникают татары-христиане, мордва-христиане, чуваши-христиане. До 16 века этого не было, но вот они возникают. Поэтому христианизация – важнейший компонент древнерусской политической идентичности. И второй вопрос – механизм поддержания языка. Механизм поддержания гомогенности древнерусской языковой территории в политическом статусе древнерусского языка и в поддержке этого статуса при помощи письменности и христианской культуры. То есть эта связка железобетонная, эта связка возникает на рубеже X-XI веков и существует на протяжении всего русского современковья и русского нового времени, никуда не деваясь. Особенно мощно она проявляется в XIX веке, когда быть христианином обязательное, причем не просто христианином, а православным, обязательное условие для того, чтобы быть приписанным к одному из имперских сословий, и иметь имперское подданство. В XVI веке то же самое, в более раннее время то же самое, но с учетом хронологической специфики. Спасибо за вопросы. Это ключевые вопросы. Эти компоненты действительно ключевые. Есть ли еще вопросы? Скажите, пожалуйста, из какого древнескандинавского слова можно вывести слово «русь»? И оно было заимствовано транзитом из какого-то болтофинского или же напрямую из древнескандинавского? Значит, смотрите, его заимствование из прибалтийско-финского, этому заимствованию нет никаких лингвистических противопоказаний. Но при этом, если мы реконструируем фонетику периферийно-скандинавского языка VII-VIII веков, то есть времени, когда произошел первый языковой контакт славян со скандинавами в районе будущей Северной Руси, это скандинавское слово звучало следующим образом. Ровер. Вот это «з» звучало, оно могло быть разной степени звонкости и глухости, а вот это «з» — звук средний между «з» и «р», который в рунической письменности записывается особой руной, то есть он отличался от «р». До VII века он звучал как «с», после VII века он звучал как «р». Вот где-то на этом рубеже форма «розер» была заимствована в славянский язык в форме «росси». И так и повелось. То есть для самого раннего этапа эпохи викингов заимствования в славянский из периферийно-древнескандинавского тоже достоверная штука. Еще раз послушайте, как оно звучало. «Розер». «Розер». А правильно я понимаю то, что получается, что мы даже можем сказать конкретный период времени, когда это слово приходит на территорию? Примерно, примерно. Есть какие-то рамки временные. Да, интервал. Не раньше VII, не позже IX. Еще раз. Оно значило население Свейского королевства, которое несло грибную повинность. Грибную, не грибную, а грибную. Корень «ро» с долгим «о» означает «грести». В чем заключалась грибная повинность? Все население Свейского королевства было разделено на три территориальных группы. Главная территориальная группа, это так называемый «упланд», это пахари, которые обслуживали фермы Свионской знати и королевского двора Упсалы. Те, кто жили западнее, служили поставщиками минеральных ресурсов. То есть там зона, которая уже ближе к горам, в более позднее время она называлась «Берслаген», то есть «горный закон». А зона, которая располагалась между плодородными равнинами Упланда и Балтийским морем, зона малоплодородная, каменистая, но изрезанная шхерами, островами и изобилующая прибрежными поселениями. Занималась тем, что поставляла на Упсальский-Свионский двор рыбу и все то, что давало море. Задачей этой территории было обеспечение мореходства. Поэтому она называлась «Рослаген», то есть, грубо говоря, «Грибной закон». Итак, «Горный закон», «Верхняя земля» и «Грибной закон». Это была зона государства Свеев, которая отвечала за все морские дела. До VIII века не был известен на Балтике парус, поэтому все судоходство было грибным через весла, поэтому они назывались «Грибцами». В более позднее время, скорее всего, именно этих ребят называли «Росмен» или «Роскарлл», то есть «Грибцы» или «Гребенщики». Ну так, условно. Вот я упомянул слово «Гребенщик». В XVI-XVII веке была особая каста в русском государстве, называлась «Гребенские казаки». Что такое «Гребенские казаки»? Казаки, которые живут у гребня гор. Это были те казачьи станицы, которым было предписано жить у Кавказских гор, то есть у гребня, и защищать таким образом будущие территории русского государства. Гребенские казаки. То есть название отдельной группы, территориальной, функциональной группы большого народа по территории, которую они занимают, это довольно естественная вещь. Я не знаю, есть ли у нас время… У нас вообще очень сильно не хватает времени, потому что Павел, я думаю, что уже на 15 минут просрочили так-то. Это ужасно. Я думаю, что максимум один вопрос, и будем передавать слово Павлу. Тогда выбирайте вы, потому что я не возьму всю эту ответственность. Будем передавать слово Павлу. Ну, два вопроса. Ну, три коротких вопроса. И четыре. Окей. Спасибо за возможность. Я хочу вернуться немножко назад. Вот вопрос появления славян на нынешней территории, древнерусского княжества, то, о чем мы говорили, государства. Он очень дискуссионный. И много версий. И какого-то конкретного ответа вот я так и не находил, потому что все есть разные версии, их много. Вы однозначно идентифицируете вот с позднедяковской культурой из Полесья. У меня вопрос. С позднедяковской культурой я идентифицирую мирян, которые здесь коренное население, а с Полесьем у ранних славян. Славян, да, которые выходят. Вот эта народность, бедная в кавычках, которая вышла из Полесья, она однозначно идентифицируется? Это общепризнанная некая уже официальная теория? Или это одна из гипотез, которая вот существует в научном мире? Спасибо. Понял. Значит, это сейчас единственная гипотеза, которая всерьез обсуждается. Все остальные точки зрения, которые были высказаны до этого, они остаются как факты историографии. Всерьез о них уже никто не говорит. То есть вы можете встретить в литературе славяне пришли там из Польши, славяне пришли там, не знаю, с Балкан. С Балкана они действительно пришли, но в 8 веке нашей эры. А там они оказались в 5-6, но с Полесья. Значит, все гипотезы в литературе, теории, гипотезы, которые не опираются на вот эту вот полесьскую культуру, она называется культура корчак. Или еще говорят пражская культура. Но культура корчак, она называется по ранним памятникам на Житомирщине, которые прям ходят в ранний круг. А пражская, она называется потому, что под Прагой эти памятники датируются 5 веком, то есть чуть позже. Но это единственная, единая археологическая культура. Значит, никакой другой славянской культуры для этого времени не существует. Все остальные культуры не являются славянскими по языку, а в лучшем случае являются близкими родственниками славян, но не славянами историческими. Поэтому эта теория, она сейчас не имеет альтернатив и не будет их иметь, потому что степень ее подкрепления весьма фундаментальна. Да, я прошу прощения, лекцию слушавшего с самого начала, возможно, это уже оговорилось. Существует версия, согласно которой определили место появления древней славянной именно полесье таким образом, что все, не все, но многие названия растений у них заимствованы. Насколько эта версия точна, скажем так? Или она полностью мифологизирована? Давайте я сформулирую поточнее. Полесье — это та экологическая зона, в которой распространен комплекс названий растений, 100% соответствующий общеславянскому языку. На всех остальных территориях есть растения, которые заимствованы из окружающих языков, поскольку славяне с ними не были знакомы. Самый яркий аргумент, который был известен еще в 18-19 веке, это так называемый буковый аргумент. Зона распространения бука в фитогеографии не входит в славянскую прародину, поэтому слово для обозначения бука у славян заимствовано у германцев. Наоборот, все растения, которые существуют в лесной зоне восточнее буковой границы, имеют общеславянское происхождение, то есть известны ранним славянам. На самой первой моей карте буковая граница была по красной, линии показана от устья Вислы до устья Дуная. И она отсекает всю восточную Европу от всей центральной. Любопытно, что к западу от этой буковой границы остается территория западной Украины. То есть западная Украина по буковому аргументу входит в центральную Европу. Что мы видим на протяжении всей позднестремневековой истории, потому что западная Украина толком никогда не входила ни в одно приличное древнерусское формирание, за исключением Галецко-Волынской Руси, которая очень рано подпала под влияние Венгрии. И, в общем, так из него и не вышло. В конце XIII века она потеряла формальную независимость и вступила в унию с Венгрией. Спасибо большое за лекцию. Насколько я понял, славянский язык начал формироваться на территории Полесья, а древнерусский язык привезли варяги в качестве государственного из северных стран. Это два абсолютно разных языка. Я правильно понимаю, да? И как получилось? Древнерусский язык восходит к раннеславянскому языку. Разница между ними минимальна. Как и получилось так, что в северных странах перестали говорить на древнерусском? Значит, вопрос терминологии следующий. У нас есть период, когда все славянские племена говорили на одном языке. Этот язык называется общеславянским. У него есть дата IV-VIII века нашей эры. Почему IV? Потому что до IV мы не фиксируем славян как историческое, археологическое, культурное единство. Почему VIII? Потому что после VIII века возникают первые письменные памятники, которые уже говорят, что славянский язык не един. Возникает старославянский язык, который является фиксацией устной речи болгаро-македонского населения в окрестностях Фессалоник. И он отличается от славянских языков других территорий. Мы называем славянские языки по тем государствам, в которых впервые фиксируются письменные тексты на этом языке. Поэтому мы говорим древнечешский, древнепольский, древнерусский, древнеболгарский, древнепанонский. Он не зафиксирован, но он существовал на территории Венгрии, покуда не вымер, не заместился венгерским. Мы называем эти языки так, потому что начинают возникать письменные памятники, обслуживающие конкретные новые государства. С точки зрения лингвистики и особенно преемственного развития языков, разница между любыми древнеславянскими языками весьма и весьма незначительна. Они все максимально взаимопонятны были на протяжении и VIII, и IX, и X, и XI веков. И даже позднее. Базовым процессом, который привел к началу более резкого разделения всех славянских языков, этот процесс датируется XI-XII веками нашей эры. То есть тысячу лет назад все славянские языки были максимально взаимопонятны. Клим Саныч упомянул этот процесс. Этот процесс называется падение редуцированных гласных. Он связан с перестройкой единой системы гласных в разных языках по-своему. С этого процесса мы начинаем отсчитывать уже историческое развитие отдельных славянских языков. Этот процесс завершился в XII веке на Руси, начался в VIII, IX, X веке на Балканах, чуть пораньше. Но шел длительно, то есть он занял три века. Почему язык меняется? Потому что меняются слуховые и артикуляционные характеристики. Языки вообще меняются. Это нормально. Я так тихонечко уставлю, что Вячеслав еще никуда не уходит, и завтра он тоже будет на поле, можно будет поймать. Да, ну уже без лекций. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...